что мне кажется что я поступил как настоящая свинья завтра уже было готово вкусненькие маринованные огурчики каждый день стоять у плиты это не гламурно важно купить элитного лука на красотульку блогеришко я всем привет всем доброе утро вот вам такое большое доброе утро от кота я вам тоже доброе утро сегодня у меня день готовки потому что я готовлю приблизительным ну один точно раз в неделю иногда два если я не ленюсь я готовлю и у меня есть как бы там на пару дней не хватает каждый день стоять у плиты это не гламурно я этим не занимаюсь вот но сегодня я хочу уж не такой домашненькая вкусненькая приготовить естественно я вам сейчас все покажу то что я вам показываю все что происходит моей жизни практически но вы конечно же подписывайтесь вы конечно же не ставите лайки вы конечно же пишите свои комментарии друзья мои там у меня стирка сейчас была я вывесил только что на балкон еще посудомойка работает вот друзья мои хочу вас также попросить те кто активные в комментариях не все пишут комментарии не все конечно же читать комментарии кто-то 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 просто смотрит я благодарен всем за просмотры хочу обратиться к тем кто участвует активно в комментариях друзья много хейтеров вы знаете пишут мне всякую гадость негатив и так далее и и не и они между собой значит вот грубкой такой вот объединились против меня там и друг другу лайки ставят а где дизлайки ни одного дизлайка нет ни одного где нету дизлайка под этими негативными комментариями никто не жалуется на них ну как так как вы не за не хотите защитить своего блогеришку блогеришку не хотите защитить от этих проходимцев от этих я не знаю даже как их назвать мишу youtube не заблокировал ну во первых у нас протест у нас протест я щас понесу тогда катан адам которые во дворе там живут тунец с кальмаром мы не едим понимаете ли нам это даже не хочется есть такое и что ты сейчас что ты сейчас уйдешь что ты сейчас что ты сейчас сюда идешь скажем ты отказался есть это с утра все значит и сегодня на сухом корме а что ты хотел что-то хотел скажем какие у тебя какие у тебя пристрастия сегодня у меня тут уже замочен рис я сегодня буду делать куриные котлетки тевтельки в кокосовом соусе но мне нету лука поэтому сейчас надо будет ездить еще в магазин еще кое-что прикупите да вот и я еще замариную немножко огурочки в корейском стиле таком а ты все ты все я ничем могу тебе помочь вот огурцы будешь есть американ горки я сейчас на перед на переходе включил эту кнопочку как-то вот для велосипедов у нас нет выезда на эту дорожку надо сначала ехать по шоссе и потом останавливаться и взбираться еще через бордюр вот до конца непродуманным и на светофоре останавливались машины и остановилась большая большая грузовая машина с противотанковыми ежами вот но я решил не снимать такие объекты от грехопадающие как говорится куда поехать я решил что не знаю где мне поехать пошопиться может несколько магазинов заехать в скайн мор в лидл поехали так прогуляемся вообще мне надо только лук но я конечно же сейчас поеду и туда и сюда и накуплю всего правда ну ладно хорошо что есть за что покупать надо быть благодарным за такие вещи погода шика шикарная просто шикар так класс вообще так не хочется чтобы заканчивалось лета не хочется ой какая тяжелая горка чтобы ну-ка давай багеришка ты можешь и можешь одной рукой то я сделала это стою не могу на любоваться с тобой такие ножки красивые загорелый такой вообще красота прям смотрите как мышцы как просвечиваются супер какой молодец шортики коротенькие все пошли в лидо бабулька тоже на меня смотрелась а тут такую на красоту на красотульку благеришко вот хотел купить какой-нибудь донатик но когда смотрю кто их выбирает думаю нет феликс иди-ка ты лесом иди-ка ты мимо сюда так ну тут конечно маленький кот наплакал за 2 евро эти хорошо выглядят такие полненькие 70 центов одна штука дороговато конечно правда таки хорошо выглядящие дыни не люблю фрукты не люблю ничего не люблю а я лук шалот какой-нибудь а здесь такие простые только луки не такой не хочу здесь нечего купить даже мне нечего ну вот это конечно очень хорошее предложение посмотрите размороженное правда ничего но и лосось за девять девяносто пять килограмм это конечно подарок но интересно как был произведен этот лосось на каких фермах тоже конечно лучше знаете лучше меньше но качественнее чем больше и непонятно что это мой жизненный приоритет теперь а зачем это такая штука чтобы спать на полу потом сложить чтобы это был что я вообще не понимаю для гостей что ли ничего не понимаю вот у меня такое ощущение знаете вот я смотрю на всю эту еду и она в лидле выглядит знаете как как будто она никогда не была живой вот у меня такое вот ощущение такое вот знаете вот когда даже не могу это как-то описать то я вижу например пирог вот так вот стоящих в коридоре яблочные думаю господи из чего же ты тут сделан что у тебя там дата хранения наверно до сентября еще выпить водички когда выходил из дома так что вот это вся моя покупка и я еду в элитный магазин сейчас в элитную купил бандиту вкусняшки что пойдем в элитном магазинчике себе вкусняшки купим правда девочки мальчики хочется вкусняшек спардошина посмотрите спардошина что тут только нет важно купить элитного лука для своих котлеток смотрите какой элитный элитный почти 6 евро килограмм это супер элитный лук прямо супер элитный а это какой-то белый а белый тоже 529 тоже элитный а шалот есть знаю что он меня ждал последняя пачечка шалота представляете ты ждала меня мы пойдем пойдем на хорошую какие маленькие и хорошенькие и мини-бананчики так иногда вот тут хорошие скидки можно словить знаете каких-нибудь таких элитных продуктов вот сушеные биологические оливки мне такие не очень нравятся это кленовый наверное сироп да кстати хороший 4 евро 4 килограмм можно даже себе как здесь как для сладкого взять или хватит уже сладкого в этой жизни я и так сладкий как не знаю кто а это кто такой что это такой органик бальзамик винега а я не люблю бальзамик винега кстати вот соль например настоящая настоящая морская соль 6 евро лучше купить мало соль и использовать но очень хорошую не то что вот это вот знаете все что там непонятно что так ну ладно тут еще какие-то перец красиво конечно выглядеть вот этот красный перец мне не нравится как он на аромат не нравится что может быть один клингер из хотя бы взять маленькие так их люблю выпечка конечно очень вкусная эти булочки очень вкусные очень хотелось выпечку конечно но я прям устоял знаете прямо сказал себе феликс ты сильный ты можешь пошли франц трюфель но мне много сейчас конфет белорусских не надо мне ничего этого кофе кофе хоть быть хорошая может быть слова за органик кстати здесь без жабок все это очень очень приятно этажка швейцарск кофе разведено в швейцаре я в тик токи видел что в минске в каком-то ресторане делают хот-доги вот с клешней осьминога. Стоит 27 белорусских рублей. Мне кажется, что это на 3 надо разделить. Это будет в евро. Это сколько? 7 евро? Ну, я бы с удовольствием попробовался, честно. Потому что у нас только одна клешня, 21 стоит евро. Ты вообще знаешь, что папа тебе купил больше, чем тебе, наверное? Да, потому что я тебя люблю. А что сделать? Но я потом еще зашел в Хартвик и купил такой кроссан. Посмотрите, как он красивый. И он был 50% скидка. Надо экономить. Купил хумус попробовать. Из Хартвика. Так, это все ему. Там еще сардельки. Ну что? Тошнотик. Тошнотик мой. Люми уже со мной разговаривает. У него есть такое мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Это значит, что папа меня сейчас стошнит. Я наелся травы. Мне надо почистить свою шерсть, да? Что папе в этот момент надо сделать? Конечно же, убрать тебя с ковра. Потому что ты любишь это делать, делать на ковер. На ковер. А потом папе мыть ковры каждый раз это задолбаешься просто. Поэтому вот так вот. Ну что, дать тебе вкусняшки? Не, не дам я тебе вкусняшки. Давай ты сегодня посидишь на сухом корме, да? Раз ты уже почистился, то почистился. Твою еду я отдал дворовому коту. там вообще просто он так как побежал. Не знаю, кошка, кот больше как кошка выглядела. Такая радостная, что ей досталось тунец с кальмарами. А мы не едим тунец с кальмарами. Я что-то сразу прям хочу попробовать хумус. Прям хочу попробовать хумус и заодно рассказать, что мне кажется, что я поступил как настоящая свинья просто. Как свинья. я сейчас поступил. ситуация будешь хумус. Все, проверка прошла. Не будешь так хумус. Хорошо. В Межапарке есть асфальтированные дорожки, но есть, конечно же, тропы. И чтобы скосить, я в этот раз выбрал тропу. Вот, потому что мне тут было кое-куда успеть еще. И здесь такая тропа, которая ближе всего ко мне, да, к моему дому. Как бы, я выезжаю и у меня вниз горка. И, ну, для того, кто въезжает, наоборот, вверх, да. Такая горочка, уклон, да, небольшой. крапива. самое противное то, что там с обеих сторон сильная большая крапива. Как бы два велосипеда там уже никак не разъедутся. вот. И я не знаю, почему, как-то мне не сработал мозг, но обязательно встретиться именно там надо двум велосипедом. Это такой редкий случай, конечно. Вот. И я сначала подумал, что это молодой парень не едет навстречу. А потом, когда я проезжал, оказалось, что это девушка. короче. И сейчас я просто думаю, кто кого пропускает в таких случаях. Например, на мостах пропускает тот, кто едет вниз. То есть, я должен был пропустить, да, потому что у меня был спуск. Я поступил как свинья. Как и этот мотоциклист сосед абсолютно свинья. Как он задолбал. Но хумус очень вкусный. Что за как с каким-то маслицем. Плотный такой, хороший. Три евро. Дорогой, блин. Будем как деликатес. Как деликатес использовать. Так, я думаю, что я начну с огурчиков. Вот так вот их помыл. Для красоты так ободрал. Одна чесночонка мне понадобится. И наверное, где-то совсем чуть-чуть перчика острого. сахар, соль, сахар, уксуса и залить горячей водой. Немножко у меня, чтобы легче растворилось сначала. Здесь у меня чайная ложка соли, чайная ложка сахара и две чайные ложки уксуса. Но я просто очень люблю уксус. Поэтому так размешаем. Смотрите, какая сота. Сейчас зальем и добавим потом просто воды. Нужно даже еще подогреть чуть-чуть. Просто до полного остывания. Потом холодильник на ночь и завтра уже будут готовы вкусненькие маринованные огурчики. Посмотрите, какая мелкая нарезочка. Посмотрите, профессиональная. Это идет фаршик. Здесь уже натертая морковка, рис. Сейчас фарш добавлю, яйца. Почему? А потому что у меня все под контролем, под наблюдением. Папа, все правильно делал? Хорошо. А это в зажарку нам надо будет. Тут те же самые ингредиенты, только тут у меня был мой боровичок имбирь. Так, что еще красный перчик. Вот. Это отдельно будем жарить. Ладно, сейчас будем катать дифтялики. Два яйца было за много. Жидкий получилось. У меня нету, у меня нету муки, но у меня есть вот это вот. Короче, как отруби. Что там случилось? проверка прошла? за контроль? Фуд контроль, санитарная служба. Папа одной рукой месит, другой снимает. Ну и что? Может подождать немножко? Подожди немножечко. Сейчас добавим. А то никак нам не слепить тефтельки из такого. Да вообще никак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА